Это, как вы называете, говорят, и на старуху гнилает проруха. Это полотенце бело-голубое. И я постирала. И постиралась это с лосинами. А потом 6 часов полежала вместе с этими лосинами. Следующее полотенце. Вот так выглядит. Вот так. Это просто какой-то кошмар. Кидаю в стиралку. Посмотрим, что выйдет. Вот сейчас все увидят знакомую этикетку, что где-то они у кого-то его видели и не будут смотреть видео. Просто посмотрите видео. Посмотрите мое мнение об этом геле. Полотенце стирать буду. Детское белье. 40 градусов. 2 часа. Получается 30. Это 10 тысяч оборотов, наверное, да? Что она мне там пишет? Я не знаю. 6 килограмм. Невероятно. Я такого эффекта не ожидала. Смотрите. Честно. Полинялась. Так. Третье вот еще в пятнах. И голубенькое. Сейчас голубенькое смотрим. И голубенькое практически отстиралось. Пятна вот. Они стали на руку светли. Секлин подходит для ручной стирки. Поэтому те полотенца, которые у меня не отстирались в первый раз, замочу. Причем именно гели с энзимами рекомендуют замачивание. Тогда лучше отстирывается белье. Но я замочу только грязные. Все остальные вещи буду сегодня стирать просто в стиральной машине. Сейчас я ловлю. Еще в этой воде. Вода у меня будет. 38. Замечу два вот этих полотенца. На ночь пусть полежат. А потом постирую. Вода тогда стала грязная. Я уже не знаю, как там пятна. Сейчас я кидрую. Ну, вот еще пятна есть. Кидаю в стиралку. Получается, краска все равно выходила. Грязная вода. Полотенца были стираны. Одно. Одни полотенца не крутились. Домашнее платье. Льняное. Чисто льняное. Жирные пятна. Прям вот вверх. Вот такие пятна. Тоже жирные всякие. Пятна внизу. Тоже будем стирать. Вместе с этими полотенцами. У меня еще два полотенца тоже. Таких кухонных тоже с кем-то постирались. Стали вот такие серыми. Они все розовенькие. Вот это более розовое ставлю. Вот это более темное тоже постираю. Посмотрю. 75 положу. Так, сразу включаю, чтобы гель не оставался на ткани. Детское белье. Два часа. Температура у нас 40 градусов. Режим закончился стирки. Но после такой стирки полотенца все свалявшиеся. И поэтому я еще потом включаю тонкое белье. Так они лучше выполаскиваются на час. И они тогда такие влажненькие, пушистые остаются. Вытаскивай полотенце. Дальше я хочу. Вот здесь у меня чистое, постиранное белое белье. А это? Вот такое грязное, желтое. Но желтое это еще полбеды. Прямо она в некоторых местах прям очень грязная. И у нее пятна. Проверю на носках. Засуну стиралку. Платье домашнее. Вот ворот пятно. Значит, запоминаем. Низ платья. Вот так пятно. Грязный медицинский халат. Не буду застирывать ничего. Просто вот мне интересно. Пятна. Вот так выглядит халат. В стиралку я кину 90 миллилитров. Белое буду стирать интенсивное. Стирка 60 градусов. Так, постирала белье. Значит, что? Прекрасно отстиралась грязь. Я понимаю, что у меня нет детей, которые шатаются босиком в белых носках. Носки, задники идеальные. Нижнее белье постиралось идеально. Никаких желтых пятен. Нижнее белье показывать не буду. Я их не показывала до, но после они вот какие. Белоснежные. Так, халат. Правый карман был грязный. Без дополнительных застирываний к халату. Халат белоснежный. Плюс ко всему, если я рассматривать халат, он уже высох, и я его сложила. Он еще не глажен. Гель достаточно смягчающих веществ на солнце. И после солнца имеет мягкую ткань, не пересохшую. И в то же время абсолютно гладкую. Чуть-чуть паром пройтись и будет идеально отстиралась. Вот маленькое пятно. Вот. Плохо видно, но вверх отстирался. Низ. Пятна. Вот осталось небольшое пятно. Остальные пятна отстирана. Можно надевать. Не отглаживая. Так. Все это мелочи. Главное. Главное. Гвоздь программы. Который меня реально удивил. Полотенце. Еле заметные пятна. Одно пятно не отстиралось. Но это какое-то, видимо, другое фруктовое пятно. Еле заметные пятна. Это была половая тряпка. По-другому никак не скажешь. Дальше смотрим. Я не говорю, что они отстирались совсем. Но они светлые. Абсолютно светлые пятна. Может быть, пару раз еще я постираю. И это будет все чисто. Я оставляла более розовое. Это посмотрите, как хорошо отстиралось. Вообще классно. Так. Желтые. Идеально чистые. Слегка пятна. И третье, которое было вообще черное. Вот такие имеют пятна. Характер пятен. Сейчас я не говорю про высите. Полиняли вещи. Полотенце, когда линяет вещи, полотенце забирают на себя. Максимальное махровое полотенце. Максимальное количество краски. И махровое полотенце всегда сложнее выстирать. Но здесь сейчас даже не про полинялось. А про то, что энзимы. Насколько хорошо отстирывают вещи. Вещи не будут серыми. Я к этому все веду. Розовое полотенце. Я к этому все веду. Отстирали. Не будет серости. Так. Льняное платье. На котором были жирные пятна. Я сама создаю тени. Которые будут показаться жирными пятнами. Пятен вообще не подол. Были жирные пятна. Все отстиралось. Прекрасно отстиралась простыня. Вот это пододеяние, который был чистый. А это простыня. Теперь он более желтый, чем моя простыня. Великолепно отстиралась. Но я стирала при 60 градусах. Единственное. Нигде у меня не отстирались фруктовые пятна. Это были пятна нектарина. Вот они ни на одной футболке не отстирались. И здесь на простынях были. Вот аналогичные пятна. Они прямо такого цвета на футболке. Вот единственное. Фруктовые пятна не отстирались. Интересно. Пятна нектарина, они практически незаметные. Они слегка желтые. Вот после стирки. Они становятся вот такими коричневыми. И бывает их сложно вывести. Заказать гель-концентрат для стирки Изи Клин от стойких пятен вы можете по ссылке, которую я оставлю под видео или в закрепленном комментарии. Значит, общий глобальный вывод, какой я сделала, постирав этим гель. Нужен мирный стаканчик для того, чтобы отмерять нужное количество геля. Или обкричку от какого-то другого геля. Значит, что он мне отстирал? Отстирал жирные пятна. Прекрасно отстирал носки. Прекрасно отстирал нижнее белье без желтых пятен. Редко в последнее время у меня отстирывается нижнее белье. Единицы гелей, которые стирают без дополнительного застирывания. Изи Клин справился вот с первого раза. Значит, прекрасно отстирывает грязь. Белье не будет застиранным вообще. Пример тому вот полинялость. Если слегка полиняли вещи, то я так думаю, что они прекрасно отстираются. Дальше, значит, смягчающих веществ в этом геле достаточно. И вещи мягкие. Белье не помятое после стирки. Запах отсутствует, я так скажу, потому что пахнет чистым бельем в сыром виде, а в сухом вообще просто чистое белье. Очень достойный представитель. Вы часто меня спрашиваете, где Арктика, где достать Арктику, где купить Арктику. Нет, я сама ее не могу найти. Вот вам прекрасный гель, который точно так же справляется с пятнами и прекрасно отстирывает белье. И без запаха. Очень достойный представитель. Вот реально очень достойный представитель в классе гелей с энзимами. Здесь не расписаны, какие энзимы есть в этом геле. Но, в принципе, мы не настолько продвинуты, чтобы целлюлазы, липазы, понимать, что от чего. Не все количество белья я попробовала. Не все функции я еще его увидела. Потому что, по идее, он должен не закатывать белье. Но сейчас очень сложно понять, потому что лето. Сейчас хлопковые ткани, льняные ткани. И понять, закатывается ткань или нет, очень сложно. Но вот среди того белья, которое я постирала этим гелем, прекрасно работает. Великолепно. И плюс ко всему, девочки. Смотрите, заканчивается эта банка геля. Разрезаем эту бутылочку пополам. С ручечкой будет большая емкость такая. С ручкой. И с крышечкой будет более узкая емкость. И мы получаем еще две формы для хранения вещей. Как вам такая идея? Я уже ее мысленно разрезала. И поставлю для хранения банок. Маленьких баночек падают. Маленьких бутылочек пятновыводителей. Покупаю следующую банку. Опять же разрезаю эту бутылку. Мы получаем одинаковые емкости для хранения. Достаточно широкие, устойчивые, объемные. Ну, просто класс. Короче, прекрасный гель. А потом еще получаем две формы в подарок. Вот там пишут, значит, стирка 7 рублей стоит. Стирка 5 рублей стоит. Вот я так скажу. У всех разные стиральные машины. У кого-то 3 килограмма, у кого-то 10. Автоматически стирка уже не может стоить там одинаково. Правильно, да? И жесткость воды у всех разная. Подбирайте все себе под жесткость. Смотрите, какой жесткостью вода у вас. Здесь очень хорошая шкала по жесткости рекомендует. И если более жесткая вода, добавьте еще чуть-чуть геля. Хорошая очень инструкция. Она вам поможет справиться. Подобрать себе более правильное количество геля под ваши условия, под вашу стиральную машину, под ваши вещи. Поэтому не буду считать вам, сколько стоит одна стирка. Но очень экономичный и расход, и упаковка. Правда нести пришлось очень сложно. Так что вот вам еще один достойный гель для стирки в каждый день. Для всего. Вот от цветного до беда. Конец июля. Бесконечно сегодня идет дождь. Вот просто бесконечно. Учтеваясь этим скребком, сгоняю воду со стола. Очень удобно. Так тряпку надо брать, выжимать. А так раз и все. И садишься по пиву в чуйку и пошел дальше. Уже совершенно холодные ночи стали. Две ночи уже прям вот холодно. Роса выпадает. Но вот такое чувство, что лето закупит. Горейка всю, весь жир отрезала. В холодную воду. Лук, чеснок. С шелухой. Чеснок порезала пополам. И соль. Всякие приправы мясные. Немного масла. И мне нужно пожарить фарш для блинов. Кстати, кто-то спрашивал, как жарю я в этом новом своем сотейнике. Когда на нем тушишь, то к нему не пригорает ничего. Он как раз и предназначен для тушения овощей и мяса. Здесь я делаю блины. Блины я делаю всегда одинаково. 6 яиц. Соль. Чайная ложка. 2 чайные ложки сахара. Иногда больше чайных ложек сахара. Чуть-чуть, когда слаще хочу. Литр молока. 2 стакана муки. Все. И сливочного масла. Грамм 70. Я туда добавляю. Мои блины всегда такие. Очень вкусные. Не резиновые. Ну, вот такие классические. Из книжки. О вкусной и здоровой пище. И вот я там такой рецепт взяла. Когда-то в юности. Мне еще было лет 19. Так я их и готовлю. Кстати, вот эта крышечка, которую новую я купила. Отличная. В фарш пожарился. Добавляю лук. Мелко-мелко пожаренный. Это 2 луковицы. Вот так уменьшились в размерах. Отдельно жареные. И сюда же отправляю рис. Но я его сварила до каши. Для того, чтобы он скрепил вот эти гранулы мясные. Его практически не будет чувствоваться в мясе. Но фарш, начинка будет вязкая, вязкая. Она не будет рассыпаться, когда блинчик кусочек откусываешь. И фарш тогда высыпается. Здесь уже соль, перец. Все прям как положено. Ну и главное черный перец. Ну вот, все смешало. Начинка осталась влажная. Риса не видно, но она не крошится. Она и сочная, и в то же время имеет форму. Так, теперь томатная паста. Немного чеснок. У меня он консервированный. Ну, можно свежевыжатый чеснок. Всякие-всякие пасты. Том-ям пасту тоже люблю туда добавлять. Прямо она классно делает. Острый кетчуп. Ну вот, все томатное, что есть, острое, кислое, сладкое. Всего по чуть-чуть. И по вкусу пробую. Вот такая получилась у меня паста. Ммм, вкусная. Острая. Ммм, огонь. Она за счет том, яма такая кисленькая. Короче, самая суперская паста. Два часа варились мои карбонаты. Каждую свою буду запаковывать. Намазываю все хорошо этой смесью. Ну, и какая вкусная получилась паста. Ну, и все это заворачиваю. Заворачиваю, чтобы швы были наверх. Даже если там что-то будет кипеть, сок не будет выливаться на сковороду. Так. Одну запаковала, и вторую также запакую. У меня просто фольга узкая, поэтому каждую свою. Все. В духовку. И два часа пусть потомится. При 160 градусах. Тесто постояло. И сюда выливаю растопленное сливочное масло. Грамм 70 у меня получилось. Ну, естественно, пожарила блины. И заворачиваю. Заворачиваю я такими трубочками, чтобы удобно было есть. Кусаешь, и чтобы блинчик не рассыпался. Это соседа угостила подачи. Он говорит, моя жена всегда делает квадратные. А ты какие-то такие странные делаешь. Типа длинные. Но действительно, говорит, удобно. Кусаешь, и не рассыпается ничего. Открываем мясо. Потомилось оно два часа. Два часа. Маленький-маленький лягу. Нет, мне же надо. Горячо. Сейчас будем смотреть. Это просто необыкновенное, мягкое мясо. Еще кто-то мне сказал, ну и как тут похудеешь? А кто сказал, что я собралась худеть? Божественное. Причем карбонат всегда сухой. Сочный. В общем, я весь жир отрезала. Я видел. Сказка. Ну, просто сделала. Сказки Пушкин. И блинчики с мясом. И со сметанкой.